Как вы думаете, чего не хватает Гуревску, чего не хватает нашему городу? Подождите, это самое, я подумала, чего не хватает. Я вот пенсионер, ну я такой вот пенсионер, знаете, не сидящий, я хожу. Я довольна Гуревску. Мне все хватает. Хорошо, замечательно. Сейчас будет такой вопросик, я покажу вам фотографии. Вам нужно определить, кто из них является главой администрации Гуревского городского округа. Да, все очень просто. Так, это Куликов. Так, вот это. Так, минуточку, минуточку. Я его, я его знаю. Это очень, это порядочный человек, я его знаю. Но вот фамилия, сейчас, минуточку. Не Андреев? По-моему, Андреев, да, Андреев. Андреев, да, все верно. Вот, и последний. Ну, это Сережа. Это Сережа. Все, вы угадали. Да. Ну, Сережа, он мне Сережа. Это мой земля, во-первых. А во-вторых, это самое, я там работала. И положительный о нем, это самое, у меня мнение. Положительный. Скажите, пожалуйста, за что сидите? А что по этому поводу сказал Илья Валерьевич? Ну, в принципе, правильно сказал. Мы вас вытащим, не переживайте. Мы сейчас соберем подпись и мы вас вытащим. Справедливость должна в вас торжествовать. Верно. Как известно, муниципалам запрещено иметь вторую работу, но привилегии есть только у главы Большейсаковского поселения Виктора Васильевича. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Чего не хватает Гуревску? Гуришку не хватает. Чего не хватает Гуревску, как вы считаете? Побольше места. Побольше места? Здорово, ребят. Привет. Да, смотрите, у нас такой вопрос. Просто нам сказали, что Гуревск это самый спортивный город в Калининградской области. Так, да, как считаете? Да, да. Мы все спортсмены. Все спортсмены. Готовитесь к соревнованиям сейчас. Да, да. Завтра соревнования. Смотрите, ребят, сейчас я вам покажу фотографии людей, которые у нас в администрации работают. Просто, я думаю, вы должны их знать. Я вам просто покажу, вы скажете, кто это. Вот, давай с тебя начнем. Вот, смотри. Ну, можете все вместе смотреть. Кто это? Куликов. Куликов. Да, какая должность у него? Главный по Гуревскому району. Главный по Гуревскому району. Мы учредили новую должность только что. Так, хорошо, смотри, вот. Вот только тебе покажу. Заведующий, наверное. Заведующий? Чем заведует он? Спортом. Заведующий спортом. Слушайте, вообще, родители знают, чем вы тут занимаетесь? Как будете праздновать 23 февраля? Ну, мы не служившие. Никак. Поэтому пойдете служить в 23 февраля, да? Нет? Его отчисляют просто. А мы узнали, на какой машине Сергей Сергеевич приезжает на работу. Скоро в мае пройдет День Молока. Слышали, да, что в Гуревске проходит каждый год День Молока? Не слышали? Приезжает с концертом Фредди Меркури. Пойдете посмотреть? Ой, ну там, наверное, цены будут. Ну, до нас зашла информация, что Гуревск – это самый литературный город. Поэтому давайте сейчас в рифму закончим строчку первую. Гуревск – город мой родной. Ты живи и процветай. Ну, давайте напоследок просто в камеру поздравим всех мужчин, всех парней. Да, всех мужчин с праздником и вас также. Дай бог здоровья, и чтобы в вашей жизни все было только на отлично. Ну, а меня, пожалуйста, не выставляйте никуда. Не надо, потому что я разговаривать не умею. Не надо меня. Так, хорошо? Хорошо. Не обманете? Не обманем. Не надо, ребята. Я человек такой необщительный, в общем-то. Ну, в своем кругу-то общительный, а так вот на публику я не могу разговаривать. Не надо, хорошо? Хорошо. Все, спасибо большое. Счастливого дня. Где находится Нойхаузен? Вот там. Где? Вот за забором. Там находится Нойхаузен? Да-да-да. Это же философ такой, да? Философ Нойхаузен? Да-да, это жилой комплекс, который стоит на въезде в Гурьевск. Жилой комплекс уже? Да. До этого был философ. Или философ. Слушай, я, по-моему, книжку читал Нойхаузен. Он такой мужик интересный еще писал. Вот то, что этот быть или не быть, вот это, по-моему, он написал. Нойхаузен. Да, все верно. Все верно, молодец. Смотри, сейчас такое мнение бытует, что Гурьев самый литературный город. Поэтому давай сейчас в рифму продолжим строчку. Гурьевск, город мой родной. Ясен. Давай напоследок просто поздравим в камеру всех мужиков Гурьевского городского округа. Поздравим с праздником. Молодые люди, молодчики, мальчики, дедушки, вас с 23 февраля не хворать вам. Носочков тепленьких вам. Пенки для бритья и всего самого доброго. Ну что вы хотите, ну спрашивайте. Ну давайте, вот как вы думаете, вот все равно вы же сейчас гуляете по Гурьевску, чего не хватает Гурьевскому городскому округу? Вот. Ой, я не могу сейчас. Я действительно не знаю. Ну действительно не знаю. Что не знаю? Ну действительно не знаю. Не знаю. Не знаю. Что не знаю? Ну действительно не знаю. Ну действительно не знаю. Что тут не хватает им? Если бы вы к нам в Исакова приехали, мы бы сказали вам, что дорог не хватает. А что в Исакова не хватает? Дорог не хватает. Дорог не хватает в Исакова? Конечно. А как вы сюда приехали, если дорог не хватает? Ну вот если бы вы были главой Гуриевского городского округа, что первое поменяли бы здесь? Скоро 23 февраля, как известно, День защитника Отечества. Как собираетесь праздновать этот праздник? Как обычно. Огно открыл, посмотрел, да и назад ушел. В нашем возрасте уже праздники все. Деньги есть в праздник, деньги кончились в будни. Поздравляем с 23-м и мужчин, и женщин, кто служит. Всех хватает. Ну и все, пускай он говорит. Всех мужчин с наступающим праздником. Здоровья, счастья им, их семьям. В связи с грядущим 70-летием Гуриевского городского округа, такой вопрос актуальный. Все ходим, спрашиваем, интересуемся, сколько лет исполняется нашему округу? Честно, я не скажу. Я тоже не скажу. А сколько? Сами не знаем, вот спрашиваем. Вот мы знаем, что с грядущими 70-летиями попросили спросить у людей, у жителей, про сколько примерно исполняется? Я как-то не уникал в эту. Ну, примерно, сколько могло бы быть? Ну, 700-то точно есть. 700-то, 700. 700 есть точно, да, примерно дальше. 700? Не помню точно, не скажу. Больше, чем 700, да? Ну, ближе к миллиону, это точно. Гуриевск, город мой родной. Буду долго жить с тобой. Поздравляем вас. Да, дорогие граждане. С праздником. Всех с праздником вас. 23-го. Всех защитников отечества. И будущих, и настоящих. И все, чтобы было хорошо. И служили хорошо, и не дурили. Вот так. И чьи-то небо над нашим родным Гуриевском, чтобы все было хорошо. Да. Вот так. Друзья, в связи с санкциями в Гуриевске открылся магазин отечественных овощей и фруктов. Пойдемте узнаем, что здесь по ценам. Здравствуйте, а почем у вас бананы? Странно, они отвечают. Вроде открылись. Наверное, отошла продавщица. Подождем. Как зовут? Влад. Влад, скажи, пожалуйста, ты КВНщик? Да. За какую команду играешь? За СОЖ номер один. За СОЖ номер один КВНщика. Пошути. Колобок повесился. Скоро грядет праздник 23 февраля, День Защитника Отечества. Как собираетесь его праздновать? Ну, поздравлю. Внук в декабре дебильнулся. Что подарите? Не заслужил он подарок. Не заслужил? Плохо служил, да? Вообще не служил. Давайте сейчас на камеру, может, поздравим всех жителей, всех, не жителей, а всех мужчин, парней, юношек. Мужчин, всех парней города Гурьевской, можно сказать, и Калининградской области. Можно поздравить с Днем Защитникова Отечества. Пожелать всего доброго, самое главное – здоровья. Скажите, пожалуйста, правда, что в последнее время молодежь уезжает из Гурьевска в Калининград? Нет, неправда. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ